Чемпионат мира Чемпионат мира Чемпионат мира как заливаешь а сахар как же а сахар потом а ну ладно вот надо попробовать я пытаюсь просто в матч зайти с к лайнс на холтворк но тут но холтворк решил что 502 парней и поэтому легче посмотри в скайпе какие карты кстати ли ты знаешь нет я не знаю вижу мираж скайпе тут ребята что пишут вообще всем по моему все равно уже так тарадам тарадам да тут все спрашивают про пик карт но но по моему бенедикт краус и вот друг александр нехар заняты сейчас совершенно другими делами да 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 и тут конечно же тут уже 20 вопросов так что энима пикс дан алекс уже дан давно причем дан ну что рестарты друзьяшки 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 черепашки лайнс кстати начинает у нас играть в атаке в защите скайгейминг как я понял и ну друзья кто помнит как сыграли фнатикс лайнс если вы помните то первая половина жестко ушла команде фнатик во второй половине лайнс переломили пистолеткой в принципе исход происходящего но фнатик взяли волевой бай и чпокнули спокойно львят здесь может быть такой же поворот событий но может быть и не будет такого же поворота событий поехали минус от гитра это прошел подпушил центру не понимает готовится прокита плента сейчас выход открытия с яма есть стрельба на дистанции ника минус роберт дон шторм и в итоге врыв плент продолжается попытка задавить сейчас фореста но по моему форест встал дубом и реально встал лесом лес не поймут тысяч твою налево то а клок себе еще на подобрать успел какой ты какой все таки форс послушаем с блоком по моему она понравится да давай сделаем вот так вот начало и все будет огонь ну что в принципе вначале мы видели как просто пытались играть и под две флешки выход центр лайнс две флешки были на мидл и зиг остальные вылетали с блоками но просто вот эти стрелюли гитрайт дал первый минус потом форест минус четыре пистолетки но вот так вот теперь проверим кого хватит сил на матч за третье место он конечно очень неприятно играть матч за третье место но особенно команде ска после такого феерического поражения да 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 польская пятерка как они делали но не сделали ну ладно будет наверно на российской земле скоро праздник я в этом уверен ну вот завтра может быть ну это будет на земле снг тапа меня сегодня немножко успокоил комментированием все будет нормально вообще не переживай будет лол ничего ослабо будет еще время будет комментирую лол там вы выигрываете слайм притролит меня уже третий день просто безумно надоел да это то что плагачил я не знаю я не знаю гладкий комментирует вот мы должны ворваться в лол в лол я в любопытном смысле он как истинные тролли вот раз и проблема нет просто сел пошел в арену две недели комментируешь лол поспрашивал ребят из москова что так как да у нас просто есть большой бонус вот как комментаторов с нами все общаются из топа ну да можно попросить любого игрока он с удовольствием ответит тебе подскажет например регулярно после матча спрашиваю у некоторых игроков что это было что это было по их мнению и но спрашиваю их мнение по поводу ситуации конкретно например вот с эдиком нормально там форес потушил уже весь подвал смотри как кустали вообще вот убил с подвала я в шоке просто в шоке но здесь сейчас будет набор раундов за шведами да за шведами за ска с датчанином у кого больше тут шведов за третье место и такое дэрби а ну по крайней мере мы не увидим нет здесь четко финала и это самое наверно а карта расстраивая слезу в зале зрительском кто каран карты вместе со спалом и хитоном как же как же так я теперь тоже как спал только еще один может получиться хороший стример он хорошо комментирует отлично поставлен кто карта карта да да может получиться вообще не подняться что поставлен он живет в лондоне тапа все равно карта умеет резать безнажатый зеркал карта швед но мне кажется вот плане комментаторов англоязычных мне очень нравится люк песочи нравится как он же миллером коментит просто он затыкает джо дает феерические расклады но лоркес если честно открою вам секрет должен был комментировать старладеру но он будет комментировать старладер второго сезона для англоязычных так что у нас будет просто вот это роберт четвертый четвертый давай 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 робан тихо кто там робана хотел вообще из команды выкинуть робана никто не выкинет из команды когда он может выкинуть кого то из команды да это робан команда у них есть такой в СК такой темный персонаж как Антон Будок вот я не знаю какие функции он в СК гейминг исполняет но раньше он был что то вроде тренера и постоянно писал официальные заявления от своего лица вот мне интересно мутит ли он что то такое внутри команды у них поменялся вроде уже менеджер по кс я на это надеюсь потому что на манютор был такой парень ну а с последними турнирами вообще с ксерами они самостоятельные все в принципе но с последними турнирами вот с ним ездит рейс а тоже работает в СК геймингом по всем дисциплинам типа спешиалист все такой такой кореец и пуля постоянно стоит сзади с фотоаппаратом фоткает а это менеджер кстати кс состава но не только кс состава только кс состава ну посмотри пожалуйста там на сайте есть его обязанность на сайте могут написать все что угодно ну что пока без шансов давай ожидать от трета чего то интересного но тут другая фишка я пока буду играть в магии тут это все равно что матч Асуса смотреть сейчас я не говорю что Асус плохой турнир я говорю что смотри какие их поднял наше дерби не отвлекай пожалуйста антигравитация здесь очень много друг про друга знают ребята и тут возможно такая анти тактика игра будет и вообще немного нестандартная папа не навязывай зрителю интригу все мы знаем как матчи за третье место играется ну играются от балды но я говорю что Лайонс могут собраться потому что они три часа назад проиграли а эти только вот с нажарочки польской с грили сняли сняли снято ну например если Лайонс здесь не дадут как бы от ворот и поворот то есть это только лишний раз докажут что парням реально с группой то что они вышли с первого места но это будет своего рода феерический лак так что нет вообще по поводу этого матча никаких выводов можно не делать по поводу этого да это мать за третье место но все равно мы посмотрим понаблюдаем вы с нами и это будет здесь мне кажется СК будет вообще на каком то автопилоте играть знаешь вот так вот летают стреляются друзья а пока не забудьте что завтра финал по москве в 12-15 если не ошибаюсь не ошибаешься поставьте будильник чтобы заранее встать и посмотреть его завтра играет нави и СС купите кофе вечером чтоб утром было можете даже заварить сразу же чтоб холодненьким ободриться и смотрим на Роберта Делншторма который сейчас грубо говоря единственный будет отыгрывать на апплантейс всего звена остался последний вот вот какой прыжок отру все старичка поперла слушай где ты был против поляков да не он тут нормально принимал из поляков это Трейс это Трейс как он подписался за наит пафе упер упер уперочек уперочек Трейсу зданий Трейс наверно сейчас предчувствует что с ним случится то же что и с Долпаном шутка конечно Трейс такой эх надо блавна�ей у меня для тебя кстати есть одна интересная новость было вновь идти талфо и у меня для тебя кстати есть одна интересная новость новость а мое мнение что кс 1.6 в этом году не покинет стану интел экстрим мастерс потому что могу сейчас рассказать но есть у меня определенная идея так что кайф это же кайф друзья это как минимум я думаю я думаю что еще год мы с вами будем наблюдать за 1.6 а потом либо будет всеобщий переход на другую дисциплину либо братан я бы я был бы вообще супер сейчас если бы в 1.6 вообще не был он был и есть и все время был вообще его вообще не надо трогать к нему прикасаться он не прикасает но может мальца где то что то доделать именно в плане самой игры да но не больше в плане спектаторства подключение к серверам банам какой то античит доработать там мхо на мой взгляд это уникальная игра да 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 пофиксить баги которые не пофиксили там уже тысячу лет я считаю что нам вообще повезло когда мы будем старые мы будем сидеть и вспоминать а ты помнишь минус 3 на парапете да а сейчас я не подниму я могу честно сказать кс изменил мою жизнь мою тоже так что сразу завалил сижу молчу он может не то чтобы изменил но перевернул то уж точно с ног на голову вот с пятерки на двойку ладно давай смотреть такой проблемы не было у меня тоже у меня обычно у меня была проблема с незачетами процент по поводу в церкви все таки зачатки зато смотрели как будто лайнс просто от фонаря бегают лайнс но они решили на таком же вот на таком же фонаре но более собранным играю смотри ка сейчас а пока они уже не закроют не в принципе они могут закрыть теоретически вот этого пацана сначала закрыть а он каждый раз в новом месте в теории они могут зайти но вот насколько это будет с результатом вот плант лежащий там конечно смотри минус опять от робона у лайнс уже паника начинается все чувствует три что робон медленно к нему прикасается нежно так через ящик сладенький так слушать вот робот смотри минус 3 но единственный кто не разменял для ситуации 1 и 2 где его с двух сторон начинает просто шмалять изысканно форс 11 на 2 а робон 11 на 3 за 8 раундов хорошо и есть то есть там кто на бонды идет давай посмотрим но интересно кто улайнс сейчас будет бондом красавчик снил просто агент 007 00000000005 это пинг агент 007 просто нет слов главное что самое главное сядь агентом 015 ну агент 015 это конечно жестко ты кстати помнишь когда было сообщение на всех сайтах киберспортивных написали что рулон завершил свою карьеру как российская киберспортивная комьюнити на это негативно отреагировала как это было польский игрок рулон да 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 он и не знал что у него столько фанатов россии это точно как так рулон завершил карьеру это все равно чтобы команда лоха из саудовской аравии завершила карьеру ну да light of heaven да вроде бы это не к дотера они лордс офф хэвен по моему или что то типа того да да но нет есть еще такой китаец у него фамилия из трех русских букв понятных всем а зовут его бен всего в его имени шесть букв но фанатов у него в россии было много даже когда он играл в цгс лиге который угробила как вам известно 16 не угробила угробила в штатах угробила насмерть сразу цгс кстати еще хотели переплачивать фнатиков всех ска переманивать к себе но никто не согласен и правильно сделали как видим робот продолжает набивать фраги по моему старичок реально чувствует себя комфортно в условиях матча за третье место да просто но наверное сидит ну ладно хоть еще чуть-чуть можно никакого просвета пока что вот в атаке lions ничего не могут сделать не они они у них сейчас просто уже в голове темно как как уилл смит вот так что ничего с этим не поделать надо конечно как-то прибираться но будет тяжело опять же мать за третье место и наконец-то тафа может нажать рефреш в браузере может быть оно получится тихо тихо чик закрыть митя контрол в вошел сейчас почитаем очень интересную информацию смотрим сплит неплохой вроде получается пока что но форес уже минус 2 2 а в 3 дали но форес с а в п это уже говорит о том что ну ла-ла начинаются прямо сейчас у эскай гейминг тут че сейчас трейс ой трейс куртэ в спину со вп сейчас убьет красавчик просто куртэ так на шипте вышел голову свою спалил погиб беда печаль сейчас показалось что повезет ему знаю что пройдет что ушел там вроде бы трейс но ну нет если тут форес уже начинает свое доминирование плотное над врагом пошла хая под мост ну минус добивает чекает упор никого не находит ну и карта у нас дтб а тб а тб а ну что такое что такое почему нет информации о картах таффа пытается сейчас проникнуть в тайное убежище ну а здесь ну а здесь слушай десять ноль тафф десять ноль это по моему как то как то слабенько не то не то чего мы ожидали ну и хорошо раньше пойдем отдыхать ну кто отдыхать седьмая карта для нас на сегодня а кто будет праздновать победу москву файта проход в финал у лигу флэдженс конечно дисциплина не издевайся над зрителями сейчас да это какая то альтернативная реальность жаль парней конечно из м5 были сами кузнецами своей судьбы мне жаль больше не парней из м5 а ситуации которые с ними происходят вот хорошо трейс не попал есть преимущество у львов баня никого зимзаги что откуда фейс убил а он прямо сидел все это время а фейс просто появляется из ниоткуда режим телепортации у файса робан продолжает слушай все увольнять там знаешь улайн уже как бы стратегия такая что играем кэп кэп отвечает убить робана и минус пять от робота потом хоп и фейспалм такой смотри заняли точку но теперь очень хорошее выбивание может получиться благодаря вот этому парню вот он сейчас побежит по коврам если будет бомб депутат фейс отдался форест четыре всего лишь фореста фореста закурила закурила но тут гидрайт гидрайт может сейчас сделать просто ультра total domination нам надо в самый низ друг так смотрим форест ну создавал давление не знает на самом то деле что здесь гидрайт есть минус один два в два флеш яма так ой 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 в линке как неприятно конечно гидрайту ну минус форест и два в одного в принципе два сотых дула здесь будет сейчас бедственный насиловать наверное гидрайт да ура ура лайнс берут первый раунд при счете десять ноль кстати они брали также против натик потом брали четыре но на камбэк им не хватило сил вот так афа читает пока что блок дима смелого да ну что сказать что сказать конечно это хорошо что есть блок в котором открыто бывает разворачивается ситуация где все нюансы всплывают наверх какие то моменты чтобы все понимали что происходило в целом но не все правильно это дело понимают к сожалению это говорит о том что широко наше киберспортивное комьюнити именно сверхактивное комьюнити любит срать в комментах но это такой возраст просто у людей а возрастные игроки они все любители вообще киберспорта они просто смотрят играют и все и все устраивает ну что здесь три в четыре пока будет выбивание аплунта продолжаться гидрайт на обходе и смотрим сейчас как гетро будет собирать если конечно будет просто здесь я думаю что с ямой может быть жесткий префайр нет гидрайт первого качает ой гидрайт запустил подмост и не видел и не видел белый да подмостом фейс закрывает гидрайт и спрей и ласт минус никами 11-1 все таки лайнс ну один раз в год стреляют как палка копалка один раунд но этого мало этого мало здесь надо конечно подвернуть себе что-то и стараться брать 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 вот скоро кстати будет много стримов от москву 5 я думаю поф спраков вообще сделали бы так чтобы мы могли следить за тем как готовится наша любимая команда делали бы они фп трансляции часто и мы могли бы за этим посмотреть вот тогда бы народ знал да они готовы да они готовились да они молодцы в интернете они это сделали круто поехали да была бы жесткая я блог прочитал это время просто я знаю я видел пока я комментировал конечно я поэтому тебя не стал троллить я жду я в предупреждении момента когда смогу это сделать но ты прочитал ты сделал выводы но ты зря закрыл потому что комментарий эдика в самом низу и ты должен был его тоже прочитать и ты хотел его прочитать но к сожалению тафа нет 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 смотрим матч знаешь главное вовремя сказать ты такой слэм вот вообще ты туда заходил полтора часа после озвучки наверно мы на него пойдем еще полтора часа просто это вообще фейсфалмец еще тот ну да ладно просто интересно было хотел сказать много и знаешь как прокомментировать без комментариев оставлю ну это правильно здесь нечего вообще обсуждать мое мнение не поменялось о чем но я ничего не буду говорить о чем именно твой мнение не поменялось ни о чем фирте смотри сейчас там фейс за Аркадилу стоп фейс на нижнем или нет я не понимаю да 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 на нижнем минус один есть второго знает где выцепил ты как кристалл съел головой прямо на прицел фейсу это какое-то не шведское дерби это робот дождется старичок уже здесь набился флешка с медлаком прилетит нет я не попал слева кто там такой кривой а фейс трейс трейс робот минус ника фейс и донатор последний но сел зажал пацан но тринадцать один но результат говорит сам за себя по моему это фаст мап против лайнс и наверное здесь будет две карты единственный комментарий к тому что могу сказать вот ко всему этому с россию обидно брата конечно обидно столько каэсеров зачем столько каэсеров все молчу этих хватает тут кстати кто-то купил машин ган это трейс трейс с папаганом друзья да есть же друзья садись зажимай ой 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 хорошо кстати ну один минус дал вообще зажать бы так прострел чотиры было бы здорово кстати он там кольт пацанам баня оставил нормально тут дитрир um to такой раз кольт будет лежать мысли что знает об этом mouvement да он его видит ну если конечно не случänger с закрытыми глазами здесь выцеливать своего врага ника в качестве отрезающего ой пропустил роберта дэлон шторма Тихо-тихо. Чик. Ну все, сейчас пойдет на папу раздавать. Мне нравится позиция Фореста. А мне нравится, что, знаешь, Трейс покупает Папаган. А, тут АВП, все нормально, все нормально. Ох ты ж, Кристалл заканчивает раунд с Папаганом Трейса и 13-2 в пользу СК. Ну что, камбэк от Лайенс? Я думаю, вряд ли. Вообще, ну, насчет того, что дисциплина умирает, я бы не сказал бы, что она умирает. Будет другая, если что. Да. КС-коммунити, ого-го. КС-коммунити большое. Поставят на ступик играть в Гоу, будем играть в Гоу, неважно. Мы дождемся нормального КС-а. Вообще, классика вечна. Вообще, идеально, я считаю, что КС-Гоу не должен быть похож ни на Сурс, ни на 6, и должно быть что-то новое. Но, чтобы остался Даст-2, остался Трейд и главное, главное. Короче, погнали в Call of Duty. Что меня в КС-Гоу бесит, вот просто знаешь, что меня бесит в Сурсе очень сильно, то то, что ты покупаешь Дигла, там уже 35 патронов. Не нравится мне это. Там много, там много пока что сырых вещей. Но там ребята доработают, я думаю, этот КС-Гоу, но понравится ли он нам? В этом вопрос. Да понравится, сделают его фри-то-плей игрой просто и все. Ну это самое главное. Но если КС-1.6 сделают фри-то-плей игрой, то это смерть вообще всем, по-моему, игроком. Потому что почему у нас вообще КС так долго вообще выходил? Потому что мы только там с 2007-го, 2008-го года начали покупать Steam. Ну, у меня уже в 2004-ом было. Не, ну, понятное дело, было. Ты не знал, куда его ввести. В принципе, да. В тот момент, потому что... А нафиг мне ключ? Там была такая вот... Строчка просто, все буквы оставишь и все. Введите лицензионные ключи. Да, тогда еще Steam'а не было. Вот. Ну, да ладно, что? Тап. Опоздали мы, конечно. Чуть-чуть, немножко. Кстати, Гидрайт один из немногих игроков, кто профессионально играл в Source. Он хотел потом вообще жестко-жестко засесть на Source, потому что его... В тот момент он перешел из бикрипа в эска, его перекупили. В эска его не приняли, старики типа Валя. Старпер типа Тентполя и прочее. Когда Гидрайт давал Петюню, еще есть видео на ИЕМе. А Тентполя ему вместо Петюня Азабей. Тут, кстати, выход на плент сейчас готовится. Шведа-дачан. Из него минусует. Пророк-плэйт. Смотри, Трейс пошел поддатский. Тут-тут-тут-тут-тут. Он какой-то датский шпионаж пытается здесь. Трейс какой-то поддатский, да? Не знает, куда повернуться. В щи с вертушки, конечно, хорошо. А где он? Где он? Респа. Далинфу в Респе, Робан. Смотри, Рес. Ну, они бомбы поставили. И че ж здесь воля наносили? Ну, смотри, как под 90 градусов смотрит этот выход с Респа и знает, что все оттуда пойдут. Оу, Трейс. Убили Трейса. Все, Роберт. Че Робан не вышел раньше? Ой, ты батюшки. Ну, сейчас его здесь запилит кристал, походу. Господи, три хрена кристала. Ой, 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 ой. Яской гейминг. Лол, что? Своих же соотечественников так припустили. 14-2. Ну и все. Я считаю вот просто. Кто Мэн оф Зе Матч? Робан Мэн оф Зе Матч? Да. 22 на 8. Красавчик. Таффа, ты за кого болеешь? По-любому ведь за СК Таффа. Мальчик за третье место, я говорю всегда. Я болею за 2-0. Мне послушалось, мальчик за третье место. А подарок мальчик за третье место. Трета пробили сейчас на Б-планте, и уже ставится бомба. Ну, вот игра, конечно, слабенькая. Таффа в Таиланде тебя, наверное, поняли. Ладно, продолжаем смотреть за встречей. Форест. Ну, короче, тут все ясно, друзья. 15 раунд, 16 раунд за горами. А задним раундом следующим совсем чуть-чуть осталось подождать. И все будет хорошо. Смотри-ка, 14-2, 14-2. 15-2, 15-2, 15-2. Я хочу посмотреть, сейчас, может быть, Кристалл что-нибудь исполнит здесь. Ну, не-ка, исполни, ну, пожалуйста. Ой, Хрусталик-то, ой, господи, еще и Хэдшот. Никулас, типа, он, типа, суперкрутой. 22. Да. Вот. Ну. Вот почему мы не любим матч за третье место. Вот почему я не люблю. Ну, обычно мы в это время, вот, говорим о, о всяких вещах. О чемпионате. Вообще, когда Moscow 5 за третье место с Fnatic играли, там мы еще поболели, вот, когда в Киеве был ЕМ. Но тут уже, как бы, шведы, и, знаете, вот, как-то особо не чувствуются. Не, за своих болеем, потому что мы знаем, что они очень стараются. Да. Им нужен был, вот, Moscow 5 нужен был тогда матч за третье место. Смотри, здесь фильтр еще не опадутся. Ну, сейчас, но не поставил точно. А нет, здесь уже какой-то вот так. Да, все, последний раунд, как бы, и вторая карта, которая, кстати, неизвестна какая-то. Могли бы килл прописать просто уже. Не мучиться. В принципе, как бы я. Ой, о, это как это вообще 2-х. Это вот так, это как Маркелов, понял? Вот так. Исполнение просто. Жаль, ну дал бы Робан фраг пацану, ну че ты так. Вот жлоб, а. Трейс в шоке, Фюрты прячутся. Где Фюрты прячутся? Покажи. О-о-о, 16-2, Робан затащил. 1-0, матч за третье место в пользу команды Sky, и что-то мне подсказывает, что еще одна карта всего лишь нам останется. Если только не тускан. Ну, если не тускан, да. А вполне возможно тускан. 16-2. Ну, сейчас бы Форж. Лайенс укатывают М5, а те проигрывают, блин, М5 играли с СК лучше, чем против Лайенс, блин.